Колин, Майкл, мы пригласили вас сегодня для прохождения теста на полиграфе. Чего? Один из вас будет подключен к аппарату, другой будет задавать вопросы. Потом наоборот. Итак, кто хочет пройти первым? Сделайте одолжение, поднимите руку вверх. Хорошо, можно мне ту руку? Ага. Вот так, как ваша рука. Хорошо. Хорошо. Я вру? Мы собираемся это выяснить. Тебя зовут Коли Джоуст? Да. Тебе 35 лет? Да. Вроде с возрастом не ошибся. Ты сейчас будешь проходить тест на полиграфе? Думаю, что да. Ты нервничаешь по поводу вопросов? Да вроде нет. Уже начали? А чего ждать? Не знаю. Я думаю, это будет познавательный опыт и к тому же веселый. Допустим. Итак, у меня есть один вопрос. Один? Даже не думай. Ты сейчас смотрела мой пенис? Не делай такое лицо. Так смотрел или нет? Нет. Нет? Я не делаю. Полиграф говорит, что смотрел сна. Я не смотрел. Да ну. Я сейчас посмотрел на пенис. Да, немного. А прибор говорит, много. Ладно. Ты смешной? Потому что в глубине души ты несчастлив? Нет. Ну ладно. Ты прям расстроился. Думал, что прибор сработает. Появлялся ли я в твоих снах? Уверен, что да. Что там было? Ну, я не помню, а... Ну, помнишь, что меня мучили кошмары про увольнение с нашей передачи? Типа, я прибегаю с опозданием на съемку, вижу, что ты уже там. Так я понимал, что это сон. А в реальности наоборот. Обычно я тебя жду. Такое может быть только в кошмарах. А других снов с тобой я, к сожалению, не помню. Ты думаешь, что ты лучше меня, потому что учился в Гарварде? Нет. Ты ужасный человек. Ладно, ладно. Я так не думаю. У тебя есть любимый Мститель? Нет, я не смотрю низкобюджетные фильмы. Как ты думаешь, у меня есть шанс встречаться с красивой знаменитостью? А ты хочешь? Нет. Хочешь? Так, ладно, ладно. Еще вопрос. Ты веришь в призраков? Да. А ты веришь в призраков? Здесь вопросы задаю я. Я что, на допросе? Я не знал, что я на допросе. Ты считаешь меня хорошим другом? Почему вы сомневаетесь? Нет же, я тебе верю. Это вопрос на да или нет. Просто да. Нет же, я просто вспоминал наши лучшие моменты дружбы и наслаждался ими. Для того, чтобы дать полный ответ с оглядкой на все это. И да, ты хороший друг. По сравнению с кем? Прости, я засмотрелся на свой кейс. О, вот интересный вопрос. Давай. У тебя есть какие-то политические взгляды, которые ты боишься озвучивать публично? Да, определенно. Оу. Поведай. Ну, ничего такого. Ничего безумного, я думаю. Интересно. Не знаю, я боюсь публично делиться многими вещами, но про политику не знаю. А про домогательство? Я все отрицаю. Делал ли ты что-то за кулисами, что может быть расценено как нелегальное? Да, определенно. Причем каждую неделю. Да? Ну, может и нет. Скорее, скорее нет. Что ты имеешь в виду? Я не помню. Какой был вопрос? Ты же должен помнить хоть что-то. Нет, давай скажем так. Наверное, два или три шоу в год на них что-то происходило. Может нелегальное. Петушины бои считаются? В Америке они разрешены же? Да, у петухов сейчас много прав. Ты когда-нибудь врал мне? Хороший вопрос. Да, прекрасный. Да, по-любому я тебе когда-то врал. Насчет чего? Не знаю. Ну, например. Забавно, что эта штука реагирует на что-то конкретное. Дополню вопрос. Это было ради меня или ради тебя? Это могло быть ради нас обоих. Да ты блин. Слушай, я никогда не врал тебе насчет чего-то важного. Это было бы просто глупо с моей стороны. Сильно дергается. Ну там явно пустяк. А ты мне когда-нибудь врал? Ты думаешь, что ты самый красивый мужчина на СНЛ? Не знаю. Нет. Я пытаюсь вспомнить каждого человека оттуда. Стрелка подпрыгнула. Немного. То есть ты пытаешься вспомнить всех оттуда? Нет. Один из них сидит прямо перед тобой. Поэтому сразу ты приходишь на ум. Так, ладно. Ты думаешь, что я второй? Нет. Потому что я думаю, что ты первый. Ты веришь в иллюминатов? В смысле, как в полноценную организацию? Ага. Я не уверен. Я думаю, что людям с таким могуществом очень тяжело собраться вместе в одно время. Уже на уровне графика работы это будет кошмаром. Я когда-нибудь делал на съемках что-то раздражающее. Уверен, были такие вещи, которые бесили меня. Например. Ну, даже не знаю. Когда я выбесил тебя? Ты знаешь, это даже помогает в работе. А когда я уронил твою щетку на пол и положил на место? Что? Какой секрет семейного счастья ты бы дал Питу? Да. Отличный совет. О, вот хороший вопрос. Крал ли ты когда-нибудь шутки? Нет. Да? Да. О, да. Я не знаю, что ты был. Ну, ты, что ты сказал? Да. Да. А смысл мне врать? Будешь ли ты рад, если Трампа пересберут? Нет. Можно вытащить парнишку из Теттен Айленда, но не из Теттен Айленда, из парнишки. Слушай, чувак, это моя работа! Так, ладно, ещё один вопрос. Был ли в этом интервью момент, когда ты врал мне, и мы это не заметили? Да? Нет? Какой это именно вопрос? Определённо. Я ж говорил, что ты смотрел в очлен. Мне нужно, чтобы вы подняли вашу руку вверх. Напряжение растёт. А чья это была идея? Теперь переверните. Вы ребята молодцы. Твоё имя Майкл Че? Да. Тебе 35 лет? Да. Ты сейчас будешь проходить тест на полиграфе? Я уже прохожу тест на полиграфе. Я не буду, я уже. Это вопрос подвохом или... Ты убивал людей? Никогда. Не думаю. Что показывает? Он говорит правду. Чёрт. Ты сегодня на нервах? Да нет. Ты уверен? Я сегодня как-то... Не знаю. Я говорю правду? Разве я нервничаю? Да. Ну, значит, нервничаю. А женщин убивал? Теперь я нервничаю. Думаю, что нет. Думаю, что нет. Нет. Если она и умерла, то от разбитого сердца. Была ли на SNL такая шутка, о которой ты жалеешь? Да. А что-то конкретное не приходит на ум? Первые два сезона, определённо. Ты беспокоишься за темы, на которые ты шутил? Или сами шутки были не смешными? Всё. Да, за всё сразу. Иногда говоришь шутку, а с вами можно говорить? Я здесь для того, чтобы выяснить, говорите ли вы правду или нет. Пока получается? Пока всё хорошо. Я бы не стал называть Трампа бледнолицым. Даже где-нибудь в гневном комментарии? Думаю, Беляш больше подойдёт. Ладно. Узнаёшь этого мужчину? Да, узнаю. Как ты думаешь, Лорну нравишься больше ты или я? Думаю, что я больше ему нравлюсь. Потому что я говорю больше гадостей. У него даже сейчас улыбка, как будто я что-то сказал плохое. Думаешь ли ты, что в комедии есть грань, которую нельзя переходить? Нет, я думаю, что над всем надо шутить хотя бы четыре раза в неделю. Тебе когда-нибудь сходило с рук преступление? Да. Это административка или уголовная? Что из них уклонение от налогов? Я не знаю. Это уголовное преступление. Да, это уголовное. Я думал, административка. Могут ли комики идти в политику? Нет. Сто процентов нет. Зарплата резко упадёт. Это раз. А два? А два. Ты что, совсем делай страну лучше? Да. Почему бы просто не пошутить над влиятельными людьми? Эта работа легче. И никаких налогов. Думаешь, я бы мог пойти в политику? Нет. Почему? Потому что я знаю, какой ты. Рассказать какой ты? Нет, нет. Ладно, ладно. Не надо. Не буду, не буду. Хорошо. Давай не на камеру. Думаешь ли ты, что у нас гнилая политическая система? Я думаю, что гниль зашпаклевали. О, это было политично. Уложил десятилетие в пару слов. Я думаю, она зашпаклёвана. А вы можете навести камеру на меня, как в фильмах Спайка Ли? Итак. Ты из Манхэттена? Да. Это я писал. Итак. Ты из Манхэттена, и ты думаешь, что знаешь Нью-Йорк лучше, чем я? Да. Ты думаешь, что знаешь Нью-Йорк лучше меня? Точно. А почему? Потому что ты не совсем из Нью-Йорка, ты из Тейтен-Айленда. Но ведь это же часть Нью-Йорка. Технически это часть Европы. Это остров, поэтому там какой-то тропический настрой. Манхэттен остров. А Стейтен-Айленд это мусор, плавающий в воде. Знаешь, я не сижу и не говорю плохие вещи о местах, где ты вырос. Кажется, сейчас ты будешь это делать. Ладно, дай мне время. Что не так с тем местом, где ты рос? Ну, там повсюду было битое стекло. Что было не так? Недостаточно внимания. Ты рад, что Дональд Трамп президент? Нет. Я имею ввиду... Я рад, что система настолько гнилая, что аж дырявая. Это вселяет надежду, что кто-то неординарный может проделать все это, и его не посадят. И ты думаешь, блин, а что бы меня тогда простили? Но я думаю, для всеобщего блага так лучше не делать. Я жалею, что голосовал за него. Спасибо. Это был следующий вопрос. У тебя есть любимая Кардашьян? Да. Это Крис? А кто из них Крис? Ты смотрел семейство Кардашьян? Я видел по телеку, но специально не смотрел. Я видел, как другие смотрят. Нет, я не вру. Я честно говорю. Перестань кричать на аппарат. Я видел это по телевизору, но я никогда не интересовался прямо этим семейством. Мне это не интересно. Я вижу. Это был явно не очень спокойный ответ. Это так? Да. Да потому что если бы... Я смотрел, я бы... Слушай, лучше не зарывайся. Йоу, я смотрел много всякой херни, ясно? Да, но именно это меня вообще не заводит. Да чё ты трещишь, чувак? Я его отсюда слышу. Выключите на аппарат прямо сейчас. Ты считаешь, что твои профили в соцсетях правильно показывают тебя? Думаю, да. К сожалению. По поводу этого не будешь возражать? Нет. Хорошо, едем дальше. А мне есть что возразить? Нет. Ты бы оставил напарника меня или бы взял Кинана Томпсона? Кинана. Аппарат не обманешь? Это правда. Я наврал ради тебя. Пытался сделать тебя хорошим парнем. Конечно же, ты единственный кандидат. Эй! Ты думаешь, что ты пьёшь больше меня? Думаю, да. А ты бы смог перепить меня? Да. Мы бы стали хорошими соседями? Нет. Нет, я не хочу переезжать к нему. Ты что, против? Я думаю, мы будем плохими соседями. Почему? Я не знаю. А ты что насчёт этого думаешь? Я думаю, будет интересно. Нет, я так не думаю. Все будут думать про расизм. Я для тебя больше друг или коллега? Друг. Вау! Прошёл тест на дружбу. Был ли в этом интервью момент, когда ты врал, и мы этого не заметили? Не знаю. Я уже не уверен, что такое ложь. Не знаю, когда. Но может, мне накрутили лишнего. Думаю, я скажу, что не врал. Ни разу. От амплитуды прибор чуть не развалился. Чувак, чё за хуй?